Всем привет! После Олимпийских сезонов в женском одиночном катании, как и предыдущие, украсили яркие победительницы учениц Этери Тутберицы. Олимпийская чемпионка Алина Загитова добавила в свою коллекцию титул чемпионки мира. Александра Трузова подтвердила звание лучшей на аналогичном турнире среди юниоров. Однако конкуренты не дремлют. США набирает силу новоиспеченная чемпионка страны 13-летняя Алиса Лю, из которой уже стараются лепить звезду по голливудскому сценарию. Свой титул она завоевала в январе 2019 года, однако заставила мир восхищенно вздохнуть еще в августе 2018. На Asian Open Trophy американка чисто исполнила тройной аксель, став самой молодой фигуристкой в мире, которой это удалось сделать на официальных соревнованиях. Сан-Франциско Хроник утверждает, что Лю одна из немногих американских фигуристок за последнее десятилетие, которая могла бы соперничать с россиянками и другими спортсменками на техническом уровне. Впрочем, проверить это в дуэли с лучшими российскими фигуристками пока не удается. Лю еще не доросла до выступления даже на юниорском уровне. У нее интересная личная история. Девочка старший ребенок адвоката Артура Лю, эмигрировавшая из Китая в США в 90-е годы. Все пять его детей рождены из пробирки с помощью процедуры ЭКО. Проживает семья в Окленде, неподалеку от Сан-Франциско. Любовь Артура Лю к Мишель Кван, самая успешная американская фигуристка с китайскими корнями, побудила его отвезти старшую дочь на каток. Он не подозревал, к чему это приведет в будущем. Взрослый чемпионат США, который прошел зимой в Детройте, стал абсолютным звездным часом для маленькой Алисы. Как и планировала, она приземлила три тройных акселя в двух программах. То же самое пыталась сделать японка Рика Кихира на чемпионате мира в 2019 году. Однако ей это не удалось. Следующая цель Лю – изучение четвертных прыжков. В первую очередь, самого дорогого Луца. Удачные попытки его исполнения уже есть в ее акселе. Но зацикливаться только на технической стороне фигурного катания Лю не собирается. «Знаю, многие думают, что я только умею прыгать», – говорит 13-летняя фигуристка. «Но работаю и над катанием. Просто я еще очень маленькая. И мне сложнее выражать эмоции, делать себе хорошую презентацию на льду». То, что чемпионка страны может быть такой маленькой, ростом метр сорок, не предполагали даже организаторы турнира. Фото того, как серебряный и бронзовый призеры помогли победительнице подняться на верхнюю ступень, пьедестал и почета стало популярным в соцсетях. Успех 13-летней фигуристки спровоцировал активное обсуждение роли тренера в ее карьере. С 5 лет Лю занимается под руководством Лоры Лепецки. Лучшим результатом, которое в спортивной карьере стало 9 место на чемпионате США. Многие утверждают, что она недостаточно сильный наставник для такой талантливой ученицы. Сама Лепецки, которая давно является близким другом в семье Лю, не считает себя единственным специалистом, с которым должна работать маленькая чемпионка. В минувшем году они ездили на неделю в Канаду Брайну Орсеру, а также привлекли к тренировкам самого Фрэнка Карролла, бывшего тренера Мишель Кван и Лепецки. Но на постоянной основе менять наставника Лю не собирается. Цитирую. Многие считают, что мне нужно более известный тренер, говорит фигуристка. Разве известность помогает лучше кататься? Я так не думаю, сказала фигуристка Лю. На популярном вечернем шоу Джейми Феллона Лю показала, что умеет не только кататься на коньках, но и свободно вести себя перед камерой, демонстрируя искренность и широкую улыбку. Как известно, это действительно слагаемо для раскрутки имиджа спортсмена до недосягаемой высоты. Американские спортсмены-бренды – это всегда опасные конкуренты, особенно в субъективных видах спорта. На взрослом уровне Лю начнет свою карьеру в Олимпийском сезоне 2021-2022. И вполне может выстрелить так, как это удавало в свое время Юлии Лепницкой и Алиной Загитовой. Хотя, конечно, ей не так повезло, как россиянкам родились не в августе 2006 года, а в начале июля. Она могла бы начать выступление на год раньше. У Тутберезы тоже подрастает юная фигуристка с возможным расчетом на олимпийский дебют в Пекине. Речь идет о Камиле Валиевой. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и Трусову, и Щербакову, и Косторной. Однако, в ситуации с Лю стоит учитывать важный фактор домашних игр. Хотя она выступает за США. Жизнь фигуристки тесно связана с Китаем, к которому девочка относится с трепетом. Там по-прежнему живет часть ее семьи. А сама Алиса занимается активным изучением китайского языка, который хочет владеть в совершенстве. Если вам понравилось, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok